Еще раз доброе утро. Я понимаю, что название презентации отличается от того, что вы видите у себя, но я думаю, что мы немножко подальше зашли в нашем пути. И я бы хотела занять не больше 15-20 минут вашего времени, чтобы рассказать о сути очень важного момента, что такое биологическое и культурологическое в ребенке. Это отличается от темы вашего доклада в программе. Вы знаете, много лет назад, когда я занимался нейропсихологией и эволюционировал, я рассматривал роль культуры и биологических функций. И я хотела бы поделиться результатами исследований. Вы можете найти эту информацию на моем сайте antonio.com. Там есть все статьи и все данные. Я хотел бы рассказать о своей теме. Я сейчас буду говорить о конкретном исследовании и о очень глобальных вещах, не по каким-то конкретным группам, как предыдущий наш коллега. Я бы хотела поблагодарить организаторов, все, которые сделали возможную эту встречу. Я думаю, что мы все... Вот это наш университет, да, но в реальности это те люди, которые с вами работают. Они придают особую важность нашей работе. Кто здесь? Вот здесь есть Сара Миликан. Она защитила кандидата наук в нейропсихологии здесь, в МГУ. И я имею честь работать с ней. Она в моей команде. Также вот эти идеи, они... Их я взял у Роджера Сперик. Кто его не помнит, это первый психолог, который завоевал Нобелевскую премию в 87-м году за понимание разницы в левом и правом полушарии мозга. Но так как вы все учителя, я не буду вам объяснять долго, что интерпретация, которая иногда используется вот о двух полушариях мозга, не обязательно хорошо соответствует его идеям. Он мне всегда говорил, что это слишком упрощенное объяснение и определение. Но я бы хотел через несколько минут рассказать об одной из его идей по данной проблематике. Я бы также хотела поделиться своей любовью и также благодарностью Александру Люрье. Я был здесь. Этот профессор приезжал в мой родной штат Северная Каролина. И вот идеи Лурия и Выгодского тоже, они действительно повлияли на меня и на мои концепции, которые я использую. Я работал до Сперии, до конца его дней. И я также думаю, что Лурия и Выгодского, его идеи также повлияли на концепцию Сперии. И также там были описания, как культура связана с функционером мозга. Я другими необычными интерпретациями данных вещей с вами поделюсь. Итак, давайте начнем с этого вопроса. И этот вопрос звучит так. Давайте я буду с вами очень просто говорить и очень откровенно. Есть ли общее понятие интеллекта, умственных способностей? И можно ли это рассматривать как общепринятые понятия? И что это общепринятое может ли являться биологическим? Если оно биологическое, то чем оно обусловлено? Разрешите сейчас, что было в апреле. До смерти профессора Сперии в апреле 1994 года я его спросила. После всех исследований, которые вы провели на двух порушаях мозга, вы и центральную нервную систему изучали. А считаете ли вы, уважаемый профессор, что практически все обусловлено? То есть почти все когнитивно, эмоционально обусловлено. И оно все уже заложено с самого начала. И он сказал, да, это верно. И он больше не стал ничего объяснять. Поэтому я спросил его, насколько это обусловлено? Намного обусловлено. На 95% он сказал, да. Тем не менее. Тогда вопрос возникает, а что же с остальными, с оставшимися 5%? Может ли это быть культурные характеристики? Или какие-то врожденные факторы среды? Или может то, к чему адаптируется человеческий организм? Мы видели фильм замечательный про слепых и глухих детей. У них там 95%, а вот остальные 5, они для них критически важны или нет? Итак, возвращаясь к вопросу 95 и 5%, я его спросил. Вы мне сказали, что 95% это обусловлено. А вы считаете, что оставшиеся 5% они более важны, чем те 95%? И ответил он мне, да. Я так считаю. Вот эти 5% они имеют ведущую роль для тех 95%. И когда мы будем иметь дело с концепцией раннего дошкольного образования, что же мы там можем изменить? Что же мы можем переформировать в человеке? Использовать и 5%. Итак, культурные аспекты. Второе. Человек может себя идентифицировать, например, как русский, как латиноамериканец и так далее. И также это определяет необходимый набор навыков для данного человека, который позволит ему выжить в определенной социальной группе. Тем не менее, хорошо бы это все было так просто. Давайте возьмем то направление, которое я курирую. Это нейропсихологическая характеристика латиноамериканцев. Даже для России и США все люди, говорящие на испанском языке, латиноамериканцы, мы все выглядим примерно одинаково. Мы все похожи, мы все говорим по-испански. Да, многие из нас католики, и у нас очень большие семьи. Но мы для вас все одинаковые. Но оказывается, это не так. Мы сейчас опубликовали статью, и мы сравнивали людей из Кубы, Пуэрто-Рико, Мексики, США по психологическим параметрам. И мы также и возраст, и образование сравнивали. И оказалось, что мы действительно очень разные. Итак, давайте возьмем конкретный случай. Например, тако. Например, это определено... В одной части Америки тако – это дорогая вкусная еда, а где-то это значит, это какая-то обувь. Даже у нас есть такая разница в языке. Когда мы стандартизируем западные подходы к детям, и когда мы это смотрели, мы не смогли найти те идеи, которые можно применить ко всем разным субкультурам. И то же самое у нас было с латиноамериканцами. Что привело нам к тому, что нужно говорить о культурной нейропсихологии, культурной нейронауке. И тогда вопрос возникает, как я уже говорил ранее. А что же является основным в человеческом организме? Что является основным в человеке, в ребенке, что нельзя изменить и с чем нужно работать? Вы знаете, действительно нет никакого смысла пытаться изменить то, что нельзя изменить. Последние годы я задаюсь следующим вопросом. Во-первых, используем ли мы измерение когнитивных констрактов, когнитивных показателей? Извините, я не туда нажал. Итак, когда мы измеряем когнитивные структуры или культурные, по-другому я хочу сказать, я хочу понять, когда мы разграничиваем их, это психологическое понимание не более, чем измерение конструктов силы. Я имею в виду конструкты, которые разработаны человеком, которые, может быть, более придают, которые более придают внимание самой конструкции, какой можно ослужить. И вот есть определенная шкала в Мексике, которая использовалась именно для этого. Есть вопрос. Эти люди сохраняют существующие понятия, и хотели бы мы увеличить такие конструкты и масштаб. Это интеллект, это действительно интеллект, или это просто культурные нормы, которые разработаны человеком для того, чтобы сохранить определенный способ мыслить? И третье, психологическое понимание, это не более, чем просто интеллектуальный империализм, это проблема. Страны в нашем мире действительно разные, и проблема иммиграции существует. Люди переезжают. Есть проблемы и вопросы. Каково правильное суждение, какое правильное суждение, и как мы можем честно определить эту скалу? Есть определенные шкалы, которые были опубликованы в 2006 году. Они были опробованы на разных людях, и в разных странах по-разному есть оценки. И в США, и в Мексике есть разные шкалы. И вот иногда доходит разница до 50 очков, но это не вопрос в том, что кто-то умнее или кто-то глупее, о вопросе подхода и оценки. Есть глобальные концепты и комбинации. И неважно, откуда вы, из Сибири, из Минска или из США, действительно надо найти что-то определенное базовое, что будет подходить всем. Мы нашли, что все концепты, оценки, так сказать, это очень узкая часть. Мы начали работать с индийцами, двумя разными группами, которые, значит, жили на свободе, так сказать, у них не было никаких границ, и тех, кто жили в резервациях, тех, кто жили в свободе, так сказать, у них был более открытый разум, они были более свободны в своей вербалике. Здесь возникает вопрос, какой же здесь конструкт мы можем применить. Мы понимаем, что мы обращаем внимание на культуру, индивидуальность и региональность. Может быть, с этим нам надо работать на этой конференции. Я думаю, что нам необходимо разграничивать оценку и считать ее и биологической, и определяемой конструктами, которые действительно сложно нам изменить. Но где эти 5%? Эти 5% очень важны. Они самые важные практически. Эти 5% ведут остальные 95%. Если мы посмотрим в будущее, на психологию, она становится более значимой в те времена, которые мы живем и в местах, где мы обитаем. Извините, я пролистаю несколько слайдов. Итак, давайте поговорим о социальной справедливости и честности. Честность – это очень просто. Как измерить то, что вы хотите измерить? Если вы определите это интеллектуально, и если мы определим интеллектуальность как интеллект, и это не просто лингвистическая штучка, лингвистический параметр имеет главный аспект и влияние, на индивидуума. Некоторое время назад была опубликована книга, которая показана, что без образования шкала оценки определенного индивидуума с образованием и у человека, у которого проблемы с головным мозгом, функционированием. Можем ли мы применить одни и те же оценки? Честно ли это? В чем разница между пониманием и силой? Мы здесь для того, чтобы понять, наше мнение, оно единственное, или мы здесь для того, чтобы понять организм, которому мы, так скажем, служим. Я хочу, чтобы вы сокусировались на понимании, а не силе. И как далеко мы в определении различий понимания и силы. Далеко ли мы продвинулись в этом понятии, в разграничении их? Близки ли мы действительно к истине? Я хотела бы также поделиться с вами идеей о том, что, наверное, скорее всего, нет. И вот книга, которую мы это показали, называется «Даже крыса была белой». Так называется книгам. И я не уверен, что мы далеко продвинулись. Но как бы мы это ни называли, я хочу показать вам фотографию, которую я сделал. Это я, которая в Вашингтоне. Это Мартин Лютер Кинг. Здесь надпись «Из горы отчаяния есть камень надежды». И сегодня мы надежда, надежда знаний, надежда в том, что вы пройдете дальше в понимании и силе. В то же самое время я хочу показать вам эту картинку. Как нам это сделать? Это фотография, которую я сделала в маленьком городе, которую вы пробовали. вы, скорее всего, слышали. Это Гахимар, это Куба. И это достопримечательность. Мужчина каждый день выходил на рыбалку и каждый день работал над своей работой. Он был терпеливым. Это действительно длинная дорога, полна многих вызовов. И вам необходимо понять, где эти 5%, которые мы понимаем и мы манипулируем ими над нашими детьми. И будущее мира зависит от наших детей. Большое спасибо.